На нашем телеканале бокс в эфире с вами трехкратный чемпион Европы Виктор Рыбаков И обозреватель газеты Спортэкспресс Александр Беленький В нашей дневной программе мы с вами станем свидетелями полуфинальной встречи, первой полуфинальной встречи Кубка Мира Это сборные Кубы и сборные Казахстана Ну как всегда начинают соревнования боксера весовой категории до 48 килограммов Кубинец Ян Бартолеми Валера И Казах Мират Сарсенбаев Как видим оба левши Александр, как вы думаете, казахи могут зацепиться и подраться с кубинской сборной? Нет, ну подраться они могут и зацепиться могут Но обыграть не смогут Обыграть не смогут, да То есть они, вряд ли мы увидим сегодня много боев, которые досрочно закончатся Я думаю, что почти все или все будут идти до конца Ну почти все Будут хорошие бои, но вряд ли, вряд ли Я думаю, по крайней мере искренне желаю казахам одержать несколько побед Хорошая у них команда Хорошая команда, хорошие люди в ней Вот мы Геннадия Головкина приглашали Я думаю, наши телезрители помнят Но до уровня сборной Кубы еще пока не дотягивают То есть не все члены сборной Казахстана дотягивают до уровня мастерства кубинских боксеров Но кубинская команда может попортить кровь как все угодно Казахская команда, это мы были свидетели на Олимпиаде Кстати, и кубинцам попортили кровь хорошо И золото в финале у них отобрали Бахтиар Артаев в весовой категории 69 кг Мы его увидим сегодня, кстати Победил кубинца Лоренцо Арагона Арментереса Но бой такой, вы знаете, с взаимными атакующими действиями Ну и видно, кубинец немножко побыстрее У него, как мы уже говорили об этом, у него быстрые руки Нет, ну кубинец, я думаю, тут дело не... Да, скорость рук, конечно, это главное Но мне кажется, вот та, да, видите, вот Он еще, как бы сказать У него длинные очень руки, я сюда, насколько вижу И, ну, он такой несколько нестандартный боксер Очень, очень раскованный Очень расслабленный Вы хотите сказать, Александр, он моторнее Вот, к слову, да, моторнее Да, хорошее слово, да, моторнее, да То есть у него быстрее и скоростнее руки Он быстрее наносит 3-4 удара Да, да, совершенно верно И наносит вот именно оттуда, откуда ему удобно Ну, он готов, да, готов катать и в любой момент Он может бить из любого самого неудобного положения А мы это только что видели Да, 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 и вот это, наверное, и делает его таким, в общем, сущим кошмаром для всех противников Привлекательным Ну, это для зрителей Это для зрителей Я хорошо помню, как на Олимпиаде Ну, что греха таить Часто боксеры самых легких весовых категорий как-то меньше вниманием пользуются Ну, вот я помню, на Олимпиаде, на Бартолеми Валеро обращали очень большое внимание И все приходили к самому началу посмотреть, как он там красиво разберется с очередной жертвой Ну, смотрите, как вот сейчас И передняя рука вправо отключается Передний добавил задний И вот, что особенно неприятно для казахского боксера, что он пропускает передней правой рукой Одиночной правой рукой Настолько быстрый этот удар Я бы, вы знаете, я бы посоветовал немножко поближе Прошу прощения, что перебил Какой такой неудобный удар нанес Уже, правда, это было несколько эпизодов назад Такой ни джеб, ни боковой, ни снизу Но сильный удар с передней руки нанес Бартолеми Ну, вот есть такая вещь Мы уже об этом, Александр, с вами говорили Это командный дух Он начинает первый И тут надо, я думаю, Сарценбаеву прыгать выше головы Что надо делать, как я это вижу Мне кажется, нужно навязывать Вот просто О, хорошо Ну, это же хороший удар был Хороший, душевный Но... Я, конечно, честно говоря, болею за казаху Передняя рука, конечно, бешеная Передняя рука у купинца просто бешеная Обратите внимание, он ее... И не только он набирает очки, так держит дистанцию Он ей и бьет передней правой рукой быстро и жестко Вот видите, вот он бросает и уходит справа Использовал ее как... Такой... Уже задергал обманный маневр Махнул передней, ударил задней левой рукой И, конечно... Был там такой эпизод красивый И, конечно, отмечаем движение на ногах Смотрите, раскрепощенная Ну, побыстрее на казаха, побыстрее подходить Тарсенбаеву поближе и побыстрее Большая пауза И получается так, что он... Казахский боксер идет за купинцем Просто идет, идет, идет И купинец держит его на своей дистанции Не подпускает, издалека расстреливает И ничего не меняется Значит, нужно будет не просто идти А нужно объезжать, нужно навязать драку Вы знаете, Виктор, я честно говоря Честно говоря, я не вижу Вот как мог бы Сарсенбаев обыграть Бартелеми Валеру Не вижу Просто вот на данный... Может быть, там надо пройти какую-то подготовку иную Но я не вижу, что делать с этими вот руками Молниеносными, которые летят под всеми углами С этим чувством дистанции Кубинца, который... Там вот один, как мы всегда видим у кубинцев Там разик взорвался, пропустил И все снова так же стало Ну, это, можно сказать, одним словом, талантливость Да, да, огромный талант Огромный талант Конечно, большое удовольствие на него смотреть Да, конечно, передняя рука просто исключительно Вот обратите внимание, любители бокса Знатоки бокса Движение, смотрите Движение не просто назад А влево-вправо движение И тяжело Сарсенбаеву догонять его Потому что кубинец двигается по сторонам И работает переднюю руку Вот обратите внимание Не оставляет никаких шансов Ну, остается дно поплотнее Поплотнее Ну, остается только ничего Кроме как проявить максимум мужества И достоять бой до конца И вот в этом плане Сарсенбаев мне очень нравится Он намерен биться до конца А там еще посмотрим Да, хотел сказать, что у мужественного человека Всегда есть шанс Но тут как-то не говорится Это, наверное, тот случай Когда и у мужественного человека нету шансов Одно слово, мастерство На класс Болера лучше Выше, будем говорить, выше И, конечно, тут Ну, это школа бокса кубинская Тут исключительно передвижение на ногах Быстрая передняя рука То, что всегда сильны кубинские мастера И работа на любой дистанции На дальней дистанции, пожалуйста, передняя рука Быстрые удары с дальней дистанции Средняя дистанция, пожалуйста, 3-4 удара Ну, сейчас Болера уже просто гуляет по рингу А у них всегда, если они выиграют Они четко прослеживают количество очков Наверняка секундант ему что-то говорит И можно не спешить То есть ты выиграешь там 20-15 очков Ну, не 20, а 15 очков И поэтому можешь фоксировать в свое удовольствие Он этим и занимается в данный момент Я бы только очень не хотел увидеть Как купинцы в свое удовольствие боксируют с нашим Закончился второй раунд А следующий будет заключительным Там 3-4 очка, по-моему, осталось набрать Бертолеми Валера Ему сейчас скажут об этом А, четвертый раунд у нас уже Это мне показались Настолько быстро Да, настолько быстро, да И потом должен вам отметить, что Я все-таки надеялся на эту несовоевую категорию, Александр Я думал, что не так спокойно И не так уверенно будет чувствовать боксер Я видел в предварительных боях Немножко посмотрел боксеров из Казахстана Больше ожидал Скажу откровенно Не знаю, я с кубинцами как-то Всегда ожидаю одного и того же И всегда это вижу Единственное исключение был Чемпионат мира в Вангкоте В 2003 году Ну вот приблизительно, о чем я говорил Ну, надо ближе, надо быстрее Надо постараться побольше количества ударов наносить Вот о чем мы говорили Поближе Ну, все равно Казахский боксер все равно держится Или вернее не держится А кубинец его держит на своей дистанции Именно на той дистанции, на которой надо кубинца Вот, пожалуйста, и завал Легко, двоечко, как раз Ноги, ноги великое дело В боксе Надо доставать, догонять ногами, а не руками В данном случае Я бы не стал выделять какой-то один компонент Кубинца Он из одного куска Он весь хороший Да, у него нету слабых мест Да, да, да Все, что вы, конечно, говорили о его ногах Абсолютно справедливо Все, что мы говорили перед этим В моих руках Тоже справедливо И головой он хорошо работает на ринге Вот, смотрите, передняя рука Расслабленная, быстрая Раз Как вот эти руки, как плетие И как ему хорошо уходит справа в сторону С боковым справа боковым Да, да, да Уход с ударом в сторону Сайз степ называется в боксе Вот такой прием Смотрите, прямо на руках Ну да, врагует пособие для учебника бокса Передвижение, уходы, удары Стоп! Интересно посмотреть, как на этом фоне будет смотреться финальный поединок Мы дождемся завтра Казаков Да Я обратил внимание, что вы как-то без энтузиазма А какой-то энтузиазм Бью-бью-бью Я болел за казах А его Ему там Наносят один ударом за другим И энтузиазм, да Честно говоря, я когда смотрю на кубинцев И знаю, что им завтра встречаться с нашими Как-то Не могу сказать, что это Наполняет мое сердце радостью большой Ну дай бог, чтобы я ошибся Ну вы знаете, я в напряжении Но я жду отлично, замечательных боев И я жду победы от нашей команды Итак Победу одержал Бартоломи Валера Куба Сейчас нужно брать Веси 57 килограмм Ну что-то наше слабое звено разыгралось И слева, и справа Сейчас попал хорошо Еще слева добавил боковой Хоть что-то пропускает Нет, но если Опять же, что касается Казахского боксера Если ты подходишь Чего ты стоишь тогда? Ты ведь, вот понимаете Вот подходит ради того, чтобы подойти И пропустить удар Где удары? Если ты подходишь Или делать какие-то обманные движения Попытаешься ударить Так ты же наносил удары Ты делаешь свою комбинацию Кубинист просто Опережает И по скорости Опережает А по движению Мне кажется, дело в том, что Рахимзанов Ну просто не очень знает Что вот сейчас он Пошел справиться Ну ты подходишь Да, да, да Так надо Вот, надо наносить удары Ну он Люди не знают, что делать Александр, он подходит Вот обратите Подойдет и будет стоять И ждать Ждать Сейчас хорошо На отходе Левый боковой Правил очень красиво Если ты Сейчас справа Еще левый боковой Нет, смотрите Видите, у меня что-то стало получаться Наверное, опять вас услышит Может быть Но если ты подходишь И хочешь наносить удары Значит, ты должен это делать А просто так подойти Ради того, чтобы подойти Я считаю, это дорогого стоит Есть когда-то атакующая комбинация Вот смотрите Еще раз Подходит Сейчас хоть более-менее попытался Чего-то сделать Может, это волнение Первые Первых секунд Ну неудачный Может быть, начало боя Для Рахимзанова Как-то потом Оживился Да, Александр Абсолютно по силам Рахимзанову Кубинский боксер Абсолютно по силам И в этом бою Насколько я вижу Класс боксеров Он должен выигрывать То есть Он не будет хуже Никаким образом И мы это с вами замечаем Вот А проигрывает Тактически неправильно Построен поединок Если ты работаешь Первым номером Значит, снижение корпуса Если ты подходишь Сопернику Если ты его выйдешь Так должен наносить удары А просто Он просто подходит Пропускает И идет дальше Это знаете Как на На удава, да? Да, ну это Даже кто-то Растерянность По-моему В значительной степени Национальная команда Казахстана Это сильная Боксерская держава Это классные боксеры Это совместные сборы Это Нет Я думаю, что Растерянность Которая Никак не в недостатке Смелости Здесь-то все Как раз в порядке Идти вперед Вот так вот Постоянно На Бьющего бойца Это дорогого стоит Нет, я имею ввиду Растерянность Именно в каком-то Техническом плане Тактическом Непонимание Что делать Хотя вот там Было несколько Элементов Вот Хорошо бьет правый В разрез И левый боковой Бьет Вот сейчас начинает Наносить удары Когда подходит И вот здесь Вот хорошо Ну вот Лилия, о чем мы с вами говорили? Очень хороший Правый по корпусу был О чем мы с вами говорили? Сейчас подходит И наносят удары И мне кажется Сейчас уже Инициатива перешла К Рахимджанову Ну понимаете Один Инициатива перешла Мы с вами как-то Неоднократно говорили О том Что кубинцы Начинают боксировать В первой секунде Почему мы теряем Целый раунд Пока Это что Комплекс кубинских боксеров Что это? Я не думаю Рахимджанова Смелый парень Хороший боксер Хороший боксер Хороший И кстати Вот он Как-то нашел себя Я вижу Даже если он Не добьется успеха Сегодня Я вижу У этого парня Большое будущее Именно потому что Он Нашел себя Под огнем Да почему Мы не видим успех Я вижу Он должен боксировать Дальше Он может вырубить победу Это видно по всему Он может вырубить победу Я сказал Даже если Вот пожалуйста Наносить удары Наконец-то Мы достучались до него Я сказал Даже если Он сегодня Не добьется успеха Я вижу У него Большое будущее Потому что Человек который Пережил Такое Неудачное Начало Боя И после этого Он встал Нашел себя Это очень здорово Что касается Кубинского боксера Ни великие у него ноги Ни быстрые руки Элементарные удары Ничего сверх естественного Здесь мы не видим Но это явно Заполняли место У сборной Кубинцы Как-то так Получилось Что в этом Весе у них Не было никого Сильного Сильного И посильнее Идти ломать Бить Если ты идешь Так ломай И он его подламывал То есть все В количестве ударов Но их нужно Для того чтобы выигрывать Их нужно Наносить Смотрите Два раунда прошли А счет такой Два раунда остались И счет такой Что вполне может Ракинджанов Вырвать победу Чего я ему Искренне Всей души желаю Вот сейчас Просто Секунданту Нужно напичкать Его информацию Да ты сильнее Ты лучше Ты его сломаешь Иди вперед Наноси удары Кубинистов Ну Не великий боксер Нет Никак Тем более Арнандес Он по-моему Ничего Нигде не выигрывал Никогда Насколько мне известно Ну Именно Вот только что Появился В сборной По зубам Он Арнанджанов Тем более Баланшин По зубам По зубам Я думаю Баланшин Больше чем Качинджанов Даже Просто по стилю Баланшин Должен На ногах Переиграть Вы знаете Я бы сказал Даже по-другому Что Баланшин Не по зубам Вот этому Кубинску Да Да Ну вот Наносил удары Подглавывал Хорошо идет Двой Счет-то Сравнялся По очкам А просто Он начал Боксировать Так как Надо боксировать То есть Он начал делать То, что он умеет Делать И умеет Делать Намного лучше Губинского мастера Хорошо Мне показалось Что Размен был Но мне показалось Более Реактивными Действия Рахимджанова Рахимджанова Где атака Хорошо Дальше Где атака И вот здесь Несколько ударов А по-моему Он подломил Он не подломил Может быть Просто Я очень просто Надеюсь Эрнандес устал Растие такое ощущение Что он подустал Немножко Есть Есть Просто Явно Рахимджанов Такой Товарищ Гнющий И Приложился Несколько раз Несколько раз И мы Александр Наверное Не обратили Внимание Любители бокса На то Что Рахимджанов Несколько раз Четко ударил По корпусу Я думаю Да Это сыграло Свою роль Ну вот здесь Видите Он бьет Справа Снизу Несколько раз Мы обращали Внимание Кстати На этот удар Справа Он бьет По корпусу Хорошо Ну атака Ну вот показал Сделал обманное движение И притормозил Вторую атаку Она бы прошла Если был бы более уверен В себе Видели Вот сейчас Показал сначала И потом пошел И притормозился А ведь удар Ну молодец Рахимджанов Я От всей души Желаю Ему одержать победу В этом бою Просто Знаете Вот Учиться Учиться надо Мужеству У Рахимджанова Александр Я бы еще добавил Здесь не только Надо учиться Мужеству А надо учиться Тому Чтобы не отдавать С первых секунд Преимущество В руки кубинцев Они же Они же Пока Рахимджанов Раскачивался Эрнандес Эрнандес Набирал очки Правильно В первом раунде Сейчас вот Кубинец Обратите внимание Команда Пошел Кубинец Вперед Ему сказали Что ты проигрываешь Обратите внимание Не выполняет Установку тренера Все Пошел вперед Да А надо посмотреть Может быть На контратаке У Рахимджанова Получится лучше Вот видите Он бросает Отлично Просто здорово Вот пропусти удар Ну Мне кажется Что Ага Опять попал Уже правой Да Попал Мне кажется Такой скрытый удар На всякий случай Очень неудобный Для соперника Не видит его начала Начальная фаза Соперник пропускает Ну не стоит Только на месте Вот на месте Стоять не надо Вот хотя бы Такое движение Потому что Когда он стоит на месте И сзади канаты Он упирается в канаты И Кубинец все равно Настигает его Пускай Не кулаками На головой Хорошо Опять по корпусу Ударил Рахимджанов И Никаких сомнений В том что Ну отлично Пину Бросай Александр Передняя рука Должна сейчас работать Вот против Мы предыдущий бой Смотрели Как двигался Кубинец Он двигался И работал передней рукой Рахимджанов Рахимджанов двигается Но не работает Передней рукой Вот смотрите Вот сейчас пошло Бросай переднюю руку Бросай Ты попадать Будешь Повстречу Ну брат Передняя рука Ну ладно Вот Обратили внимание И попадает Передней рукой Левой Это 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 Классика Это нужно делать Любой бросок Любой удар Передней Прямой руки Будет достигать Цели Кубинца Потому что Кубинец Сам идет Головой К нему Сам идет Он подставлял голову Закончился бой Ну что Счет сравнялся Еще раз Хотел бы Отдать должное Рахимджанову Потому что Суметь После такого Неудачного Начала По его Собственной Вине Ну это Даже не столь Важно По чьей вине Важно Что начало Было Очень неудачным И Далеко Вышел Вперед Кубинец Вырвал Победу С таким Счетом 40-28 Победил Иран Рахимджанов Казахстан Вы знаете Вы знаете Александр Я на что Большой Время После Поединка Предыдущего Ахимджанов Я одержал победу Кубинцы вышли И долго Размахивали руками В углу Размахивали Удивлялись Почему им не дали победу Они привыкли Что им дают победы Ну они зря удивлялись Там счет Совершенно Точно Отражался Что происходило На ринге Они не любят Проигрывать Мы же неоднократно Были на Кубе И мы знаем Как там В равном бою Чтобы кому-то Дали А не Кубинцу победу Такого не бывает Никогда не бывает Здесь чисто Проиграл Кубинец И вот начинаются Вот эти варианты Кубинские То есть Как это так Мы не можем Мы просто Мы не можем Проигрывать Такого не бывает Это их точка зрения А я вам говорю Бывает И вы так же Со мной согласны Еще кто Согласился И кстати Я видел Как Сагара Отчитывал Тренерский коллектив Секунданты Которые были в углу Он подошел туда И начал их отчитывать Потом переговорил С представителем Что по шее не надавалось Да умеем Да Но вернемся Поединку Такой фирменный удар Тренера Сагара По шее Есть Обкрытые ладони Ну очень сильно Ну кстати Регон Д'Ортис Очень Прошу прощения Да Регон Д'Ортис Довольно так Выверенно действует Пока Никуда не рвется Никуда не спешит Ну надо прочувствовать Наверное соперника Для начала Потому что Насколько я понимаю Для него абсолютно Аэрмасов Абсолютно загадочная фигура Он никогда не боксировал Наверняка и не знает А мы видели с вами Что именно так Вел себя Регон Д'Ортис В предыдущих боях А вот это уже пошло Легко Тут же включил свою левую Дал по корпусу И перевел в голову Ну то есть вы хотите сказать Что уже разобрался Да Я хочу сказать Что разобрался Все Ну просто Понять Вот это было Со стороны Аэрмасова Было просто Движение ранее движения То есть не было Никаких активных действий И судя по движению На ринге Судя по темпераменту Этого боя По блеску в глазах У них нет Человек выигрывает Или хотя бы стараться Выиграть Или там Нарезать Бой Ну посмотрим Мне кажется Что сейчас Включат Следующую скорость Ригондо Ригондо Да И В общем Дело пойдет В живее Я кстати по дороге сюда Встретил Кубинскую команду Прошел сквозь нее Настроение у ребят Было такое Как будто они на карнавал ехали На самом деле Мрачен был Почему-то один Солис Кстати он Оказался Вот Когда я с ним Столкнулся Нос к носу Если бы Крупнее чем я думал Я даже подумал Почему же он так долго Выступал В категории До 91 килограмма Вполне так Некрупный Но Нормальный Супертяж Второй раунд Я Ей богу Я всегда удивляюсь Когда секундант Ну наверное правильно По правилам Так и положено Я всегда удивляюсь Когда Судья на ринге Дает это Замечание Боксируете Они что делают Ведь это же не просто На сегодняшний день Бокс Это чувство дистанции Они понимаете Вот они ведь не могут Нанести удар Просто так Вот попробуй сейчас Айрмасов Нанеси удар Неподготовленный Моментально Получит плёху Правильно И также И также И Ригондо Не хочет пропустить Поэтому надо Прочувствовать Друг друга Надо знать Когда ты атакуешь Чтобы это было Безболезненно Чтобы не было опасно Ригондо по-моему Сейчас Просто не расходует силы Кстати он Как мне кажется Вот разница в том Между боксерами сейчас Что Ригондо Ортис расслаблен А Айрмасов напряжён К тому он устает Потому в третьем Четвёртом раунде Он будет совсем другим И вот Есть такое движение Да Вот я немножко рассказал Он сейчас боковой А на выходе справа А рефери А рефери даёт замечание Вот я этого не очень понимаю Да ну ладно Поехали Потихонечку Приму Да вот Пошло Пошло Примущество потихонечку Набирает очки Обманул прекрасно Справа Даже мы отсюда поверили А он ударил слева В разрез Как-то так хитро Кривовато И ещё вот Да абсолютно верно Ригондо абсолютно раскрепощён И на сегодняшний момент Просто владеет преимуществом Не напрягается Не напрягается абсолютно Ну дело в том что Айрмас его не напрягает Он не напрягает Он не делает ничего Для того чтобы Каким-то образом Постараться выиграть Или хотя бы Ну отбоксировать С ригондо и на равны То есть характер Я не знаю Мастерство Тут много Я думаю что тут Кстати уже и усталость Потому что Вот когда я помню Вы боксировали Я никогда не видел Чтобы вы напрягались Вот так вот Стояли Но боксер Вот Им поэтому Несмотря на то что Сгоняли всегда Очень по многому Вы Сохраняли свежесть Я могу сказать От чего устает Айрмасов Он устает от того Что он в напряжении Находится Вот я им об этом и говорю Что он постоянно напряжён Да Он ждёт атаки В любой момент От Ригондо В любой момент Ждёт атаки Он устает от собственного Напряжения Больше чем От атак Ригондо Ортиса И в свою очередь Он Ригондо Никак не напугает Да нет Он Весь Вот Совсем Такой Вот Пошёл Уже Вот Фирменный Кубинский стиль Такой Смотрите Ригондо Как будто Там Вот Какую дополнительную Дибкость Обрёл Дополнительную Скорость Расслабился Вообще Вообще Да Как тряпка Расслабился И всё Ну вот В этой расслабленности Стоится угроза Постоянно Ещё какая Потому что Во-первых Удар Который Из такого Расслабленного Состояния Летит Быстрее Быстрее И сильнее А сила Это ведь Скорость Прежде всего Да Ну и чего Вот так На дистанции Ригондо Боксировать И просто Ничего Делать Ну пойди Вперёд Ну попробуй Сделать Что-нибудь Хорошо В разрез Он правый Боковой На выходе Нанес Нет Не готов На сегодняшний день Армасов Боксирует С Ригондо Не готов Не готов Абсолютно Уровень Мастер-стас Четвёртого Раунда Не будет Иногда Порядок Бьёт Класс Было бы Желание Было бы Что-то Такое Знаете Чтобы порядок Побил Класс На мой взгляд Я очень Люблю эту поговорку Но надо Чтобы порядок Был очень высокий А класс Всё-таки Не очень Высокий Тогда Есть шанс Александр Много случаев Когда Звеличайшие Боксёры Выходят И проигрывают Людям Ну будем Говорить Так Не самым Отарённым И талантливым Это когда Они вообще Не тренировались Что часто бывает Либо Как-то Зарвались Уже Находясь В ринге И зевнули Значит Вот Давайте так 80-й год Олимпиада В Москве Талантливый Стивенсен И порядок У Заева Не талантливый За счёт За счёт Работоспособности Сделать себя И что сделал Стивенсен У Заеву Ничего Ну И нельзя сказать Что Стивенсен Не тренировался А можно было Дать победу Стивенсену И Су Цаеву А на мой взгляд Заев был Немножко сильнее Не будем Это вечный спор Будем его сейчас Оживлять Примерно Да Ну просто На самом деле Сейчас Ригондо Ортис Сам сделал так Что будет Четвёртый раунд Он просто Негде Это 30 секунд Не предпринимал Никаких Фактических действий Александр Он может быть И хотел Сделать этот раунд Последним Но просто Он не рискует Обратили внимание Он вообще без риска Исключил Он знает Что выигрывает Он двигается Он немножко Подвигался Он немножко Спотел Он бросает Быстро руки Вполне возможно Да Вполне возможно Но мне все-таки Показалось Что просто Он даже Как-то Может быть Обленился Или бы Ему не сказались Какие-то Могли бы Прокричать Вот Сразу Он вышел На следующий раунд Нет Он уже не будет Перенапрягаться Сегодня Бой сделан Да Великая разница И честно Скажу Откровенно Меня Эрмасов Ничего Не предпринял Для того Чтобы хоть Как-то Навязать Вот Что-то Показать Ну Не знаю Мне кажется Что ему Надо было Если бы Было Возможно Вот С Регон Потренироваться Бубинцы Как известно Совместно В тренировках И любят Нет Регон Вы знаете Вот Интересно По поводу Халикова А ему Надо навязать Вы знаете Ему надо Вязать Такой Плотный Борьбу Возьню Но не дать Вот эти Вот эти Вот движения Великолепные Движения То есть Ему надо Навязать Свою Манеру А как Это сделать Я хотел Другой вопрос Я бы хотел Догнать невозможно Хотел бы Просто вот Обратиться К телезрителю Посмотрите И посмотрите Это очень красивый Очень хороший Бокс И мне кажется Что даже люди Далекие От этого Виды спорта Могут Оценить Красоту И легкость Работы Олимпийского Чемпиона Регонда Ортиса Правда Эта легкость Во многом Объясняется Тем Что соперник Никаких задач Перед ним Не ставит По-моему Смирился С ролей Статиста Ну то есть У нас Вот эта встреча Вот этот поединок Превратился В пустую формальность Да 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 Закончился бой Хороший бокс Нам показал Регонда Ортис И никого бокса Она не показала Айрмасову Ну Не будем так суровы Айрмасову Мне кажется Что Он просто не знал Что делать Ну если ты вышел На ринг Александр Если ты вышел Боксировать Ты же уходишь Боксировать Побеждать Ты же не уходишь Найти Найти его не мог На ринге И так победил Гильермо Регонда Ортис Вместе со спортом Мегафон Спонсор программы Новая DVD-камера от Sony Новый улучшенный Дирол Наведет порядок во рту Начнем пожалуй А знаешь что Мы самые сенсационные подушки Новый Дирол Перечная мята Чистая свежесть Чистая сенсация А вот новое предложение Белые ночи Не так как у прочих А Или может Белые ночи Общайся с кем хочешь А может Белые ночи Яркие очи А я понял Для самых общительных Мегафон Отменяет плату За все звонки Внутри сети В ночное время А вот как надо Белые ночи Звони сколько хочешь Я бы купил Мегафон Будущее зависит от тебя Добро пожаловать в центр Нео Мы делаем мажетель для оптимистов Здесь мы бережно собираем смеку Здесь берем радость Ну а здесь Наслаждение Эти положительные эмоции Составляют главный ингредиент Мажетель Хорошее настроение Мы просто добавляем в него молоко Сок И 10 витаминов Мажетель готов Прошу на дегустацию Орбит Винтерфреш Защитит ваши зубы от кариеса После еды И подарит вкус Настоящей зимней свежести Орбит Винтерфреш Зимняя свежесть И защита от кариеса Весовая категория до 57 килограммов Надо смотреть этот бой очень внимательно За команду Куба выступает Юри Оркис Гамбо Толиданом Олимпийский чемпион категории до 51 килограмма Его соперник Галиб Джафаров По-моему чемпион мира 2003 года На Олимпиаде он не очень удачно выступил Тем не менее Дело в том что соперником Гамбо Толидана Будет другой олимпийский чемпион Соперником в финале Алексей Тищенко Я честно говоря думаю Это будет украшение всего турнира Этот бой Но надо сказать что мы еще вечером Сегодня за выход в финал Боксируем с командой Азербайджана И надо ее пройти Ну это не пустая формальность Команда Азербайджана Этот бой Они встречались Выиграл тогда Тищенко Бой остановили По-моему в третьем раунде Тогда Тищенко уже в общем конечно прочно захватил инициативу Но там забаловали граждане судьи В том бою И в общем Нелегко далась победа Тищенко А между прочим Галиб Джафаров Отказался пока между Так сказать Бледнеть перед авторитетом Мало что отказался Вы знаете у меня такое ощущение Что он чувствует кубинца Вот смотрите Вот он бросается Кубинец бросается на него И Джафара попадает навстречу Это очень важное качество Особенно с первых секунд Да ну вот сейчас там был хороший Левый боковой в исполнении кубинца И после этого Да И еще один удар И что-то Мне кажется Да провалил сейчас Джафарова Мне кажется что Гамбу от Олидана В общем-то Уже вошел в бой Вот и так хорошо сейчас встретил Слева Ну во всяком случае Я вижу что Джафаров поборется И не собирается Нет Да вот от нас Молодой человек с камеры закрыл Мы видели Зрители Телезрители видели Этот удар Очень хороший Провел Гамбу от Олидана Это немножко переднюю ручку Включи Включи я имею ввиду Боксера Казахстана Переднюю ручку Ты подходишь И не бросаешь И тем самым Даешь возможность То есть Олидана Вот так Это у них бывает И даешь возможность Олидана без подготовки Бросать тебе руки То есть в ответ Да Когда я сказал Вот так Я имел ввиду Не эту танцульку В исполнении Гамбу от Олидана А левый боковой удар Которым он завершил Этот бой Очень хороший А уже Этот танец Маленьких кубинских лебедей Это было именно Вот Как он Выражал восторг По поводу Собственной атаки И мне так кажется Что полностью Вычислил Своего соперника Юриорки С Гамбу от Олидана При том что Галиб Джафаров Очень хороший боксер И В общем Делает все возможное Но я уже заметил Такую вещь Вот И Регондо Ортис И теперь Гамбу от Олидана Так Не то чтобы Отдают первую минуту Ну В общем По-моему Их не очень заботит Кто там на первой минуте Наберет Очки Главное Изучить соперника Главное Присмотреться Хороший сейчас Левый боковой Провел Галиль Джафаров Вот вы знаете Когда включает Джафаров Переднюю руку То есть он Атаку начинает Лево и право И заканчивает Лево Проходит Проходит И Видимо надо Вот этот момент Закреплять Вот и еще слева Отлично Отлично Повторный был слева То был бы просто блестящий Но вы знаете Я давно не видел Чтобы Кто-то вел Такой В общем Равный Ну неравный Вот передняя рука Когда включается И он останавливает Толидана Вот смотрите Вот Джафаров Ну чаще надо ее бросать Потому что он и тыкается Он подходит Толидана подходит Немножко ближе Чем это следует Для атаки Чуть ближе Этим надо пользоваться Ну мне кажется Что Вот Толидана Тоже решил Не рисковать В этом бою Все-таки Главный поединок Впереди Очень хорошо Атаковал Гамбоа Толидана И вполне возможно Вполне возможно Что Для наших В финале Кубинцы Готовят какие-то сюрпризы Вот я не знаю Вы же много раз Дрались С кубинцами И Скажите У них не было Такой вот тактики Что не раскрываться Полностью Вот в предварительных боях Да нет Александр Боксиров Ну предварительные Бои бывают разные Бывают в предварительных Боях И в закатах Тут такой бой Что не только скрывать А дай бог Выиграть этот бой Это Боксить Такая вещь Ведь когда выходишь На ринг И соперник Ты чувствуешь Слабее тебя Ты это чувствуешь Сразу То естественно Ты можешь и поиграть Ты можешь там Я не знаю Жестко бить Может не жестко бить Это в зависимости От ситуации Установка секунданта Надо тебе боксировать Или не надо Бывает так А бывает В предварительном бою Ты выходишь И ноги Ноги будешь И оттуда Не только там Думать о том Раскрываться Или не раскрываться Это все Это из области фантастики Что кто-то выходит Кто-то раскрывается Кто-то не раскрывается Ну я знаете Я знаю Что Скажем так Плохие боксеры Да Вот И Журналисты Они очень часто Знаете Пишут такую Как бы сказать Разрабатывают стратегию Тактику Под то Что вот Происходит Происходит на ринге Да Сочинение такое Пишут На самом деле Все не совсем так На самом деле Все не совсем так Ну что Может быть Пожелаем Джафарову В этом поединке Немножко Я не знаю Что тут можно предложить Увеличим темп Я думаю Что Толегана Спокойно Толеган выдержит Больше количества ударов В середине Вы знаете В середине Толегана Побыстрее Везу на руки Побыстрее Передняя рука Да После любой оттаки Выход из оттаки Обязательно левая рука И она обязательно Проходит Я бы пожелал Джафарову Довести дело До четвертого раунда В сугубо Эгоистических интересах Все-таки Лишний раунд Попускай Поработает Да Потому что Драться С Тищенко Тищенко Да Потому что Как Джафаров Может победить Гамбо Толедан Я не вижу Думаю Никто Ну вот Вот так он И может победить Ушел От атаки Толедана И контратаковал Вот так и можно Вот так надо делать Но это не всегда У него получается Хороший Вот так левая рука Левый боковой Очень хороший Неожиданный Все время Неплохая задумка была Вот Джафарова Вот левый справа Не дотянулся справа Но а где левый Это боковой Ведь после правой Прошло бы левый Спокойно Ну Вот сейчас Упустил по-моему Момент Завис после Неудачного Неудачной попытки Атаковать слева Гамбо От Толедана Ну да Мы можем притиковать Но на самом-то деле На ринге Олимпийский чемпион Да Ну Во всяком случае Александр Нету прёков Джафарова Встретил Укрёков Какие укрёки Хороший бой Идёт Старается Да Безусловно Очень хорошо Вот левый боковой Ну вот поймал Поймал Ну не отпускай же Ты друг мой Не отпускай Задёргал Поймал Ну момент был Ну ладно Ладно Но Хороший бой Ведёт И Ну Проигрывает Конечно И счёт Который Телезрители Видят на экране Совершенно Справедливый Но Но бой Интересный Он Интересный Да И есть моменты Есть Довольно много Эпизодов Которые Выигрывает Галиб Джафаров Опять же Александр Вот Боксирует Айрмаса Ну Он же Он же У него Не было желания Выиграть И у него Не было желания Даже проявить Её Он просто Отдал Спокойно Бой То есть Тем самым Ну Помучил бы Наверное Помучил бы Кубинца Ну Пускай Они устанут До боя К финалу До встречи С нашей командой Пожалуйста Другое дело Джафаров Идёт И боксирует И хорошо Боксирует А боксирует Не с кем-нибудь Вот сейчас Смотри Не достаешь И не наказываешь И один из лучших Командистов И всё Ноги С ногами Выложиться На вот это Понял Ты дёрнул И на нём Тем Ну что ж Четвёртый раунд Заключительный Вот так Да Задачу Которую Мы поставили Перед Галибом Джафаровым Он выполнил Гамбул Талидану Придётся Поработать Ещё Раунд Ну Идёт Такая Карусель Который Который Да Каждый Кубинец Почти в каждом Бою Почему И так Не может Что-то Наказать Александр Наказывают Столько раз На моих глазах Наказывали Столько раз Ну вот Ну вот Я не вижу Я не вижу Это Турнир Кубок мира Раунд Хороший Боя Заканчивая И стала Проходить То Чем мы просили Что мы говорили Ну Не надо Вперёд хорошо-хорошо опять левой сбоку чего не хватало в первых двух раундах ну давай еще ну хороший бой я бы от всей души искренне поблагодарил бухгалеба джафарова я думаю что он заслужил нашу благодарность хотя бы за то что крепко вымотал гамбоа таллидана в этом бою да и вообще хороший поедине и мне кажется что галеб джафаров если мы не хватало уверенности в том что он может быть победить олимпийского чемпиона гамбоа таллидана я думаю что после этого боя он это уверенность может обрести итак 48 35 победил гереркин с гамбоа таллиданом легкость приема легкость передача из страны в страну любой стране в новом мире роуминга билайн путешествуй без забот джей север живи игра привет моторола рейзер в 3 теперь в черном тонкий намек на твое превосходство hello moto только в макдоналдс хрустящий вафельный рожок за 6 рублей потрясающий вихрь вкуса подобно бритвенному станку с пеной жилет мяч легко скользит в нужном направлении и достигает цели в одно касание все проходит гладко и вся страна гордится тобой сыграй за сборную купи пену жилет получи плакат юношеской сборной и выиграй мяч с автографами футболистов покупая пену жилет ты делаешь вклад в будущее нашего футбола пена жилет комфортное бритье в одно касание бокс командный кубок мира выживает сильнейший наша сборная под руководством александра лепзика разгромила соперников по групповому этапу впереди решающая битва за выход финал 16 июля в прямом эфире полуфинал кубка мира по боксу россия азербайджан чемпионат мира по водным видам спорта сборная россия реваз чумахидзе самое главное с моей стороны это максимально выкладываться каждую игру это не так легко как может показаться на первый взгляд каждую игру нужно выложиться максимально серебряный призер сидне бронзовый металлист афин лидер сборной россии по водному полу реваз чумахидзе на первенстве планеты в монреале трансляции из канады пятый бой сегодняшней программы весовая категория до 60 килограммов юрданис угас вернандес куба серик сапиев казахстан еще раз напомню что угас эрнандес новый член сборной хотя и по-моему не такой молодой парень не слабое звено нет он не слабое звено просто дело в том что очень долго это место в команде кубы было намертво закреплено за великим марио кенделаном украсным олимпийским чемпионом который оставил ринг после отельской олимпиады мы уже говорили о том что эрнандес он отличается от общей команды вот своей видением бокса своей манерой у него нет таких великолепных ног таких быстрых рук но все время идет перекрывается нанесает на соперника и навязывает такой строчке поединок да он действительно не очень похож на тех кубинцев которых мы видели в предыдущих боях ну не знаю мне кажется что еще не так хорошо вот сейчас по корпусу попал не так хорошо он рассчитывает дистанцию нет у вас такого ощущения Виктора как вот скажем на комбо от Алидана или ну это да все одинаково быть не могут он вообще с любой дистанции бьет он походит из блинди бьет издалека бьет а здесь опять же многое зависит от сопива вот во первых опять же с таким боксером это его тактика его стиль не надо не надо боксировать на его дистанции не надо принимать вот этот бой надо бросать издалека и уходить вот и ушел а он остается обратите внимание ударил и остался но он просто не владеет вот этим приемом который так хорошо владеет допустим Евгений Макарин и ушел заканчивать атаку передней рукой и уходить я уверен что тренерский коллектив сборной Казахстана внимательно посмотрели поединки согласно они знают что из себя представляет этот боксер и настрой должен быть правильно отлично очень хороший левый боковой а он левша вот издалека вот издалека издалека всегда издалека и ушел не останавливается перед не стоять перед кубинцем не стоять ушел молодец молодец замечательно Серик Сапиев кстати что касается Эрнандеса я вижу что у него хорошая физическая подготовка он в таком ураганном темпе может выдержать 3-4 раунда да это волнуюсь я немножко за Сапиева ну я не то есть сможет ли он я не знаю знаете мне да я тоже не уверен в том что сможет он выдержать в этом темпе 4 раунда но мне кажется сейчас как бы на эмоциональном подъеме Сапиев во первых во вторых я все таки возвращаюсь вот к своему правильному неправильному наблюдению что не очень хорошо чувствует дистанцию вы знаете вы знаете Александр может быть сборная команда страны по боку смотрит сегодняшний репортаж я обращаюсь к Мурату врачу по зубам тебе Эрнандес абсолютно по зубам только не нужно пропускать вот эти шальные удары и подходить на его дистанцию нужно просто после атаки убирать голову абсолютно по зубам так кажется что вполне вполне по зубам Мурату кубинский боксер и Уго Сернандес ну бросил и ушел вот смотрите вот бросил вот что надо вот смотрите как он начинает его разбивать сразу перед вот да 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 и ушел не оставайся вот не надо оставаться не надо оставаться перед этими руками кубинца ну я думаю вы очень правы были когда в перерыве говорили о том что хорошая выносливость у ну это видно сразу да хорошая физическая подготовка и он сейчас просто может на одном темпе вот этом просто вот попытаться задавить вот не надо надо бросать передней рукой передней рукой уходить вправо вот смотрите ну бросает же и попадает ну зачем ты пускаешь близко убирай голову я тебя прошу дело в том что вот мне кажется что Серег Сапиев вот смотрите что он делает смотрите как он на передней правой руке мне кажется что Серег Сапиев сейчас начал просто физически сдавать да вот вы знаете по понятиям мастерства боксерского мастерского вернандес и меня измеритель ничего себе не представляет раскрутить его обмануть ну ничего не стоит ну он прост он настолько прост храчу он тоже просто с закутыми глазами обыгрывать ну сейчас посмотрим ну давайте все таки храчи выйдет на ринг против у у гасернандеса посмотрим ну не стой же ну не оставайся ты возле каната уйди вправо я тебя очень прошу уйди вправо и все кубинист пролетает мимо ну переднее право вот вправо вот еще вот смотрите переднюю руку он натыкает все время на кулак кубинца посмотрим посмотрим не будем загадывать очень хороший бой мне правда показалось что в третьем раунде кубинец был как-то свежее во втором раунде прошу прощения во втором раунде кубинец был свежее вот сейчас была запись как хорошо ушел да как спокойненько ушел подруг правда без удара видите вот так встречается да ну еще два раунда впереди есть время есть время пока общий счет 3-1 кубинец показывает Эрнандесу подними руки выше подними руки выше и когда ты пьешь пьешь не от лица а не от пупка чтобы люди были обходят и высоко потому что сапиев попадает вот так третий раунд очень упорный бой в общем ухерик настройся передняя рука еще правая есть шансы Казахстана сократить разрыв в матче а вот смотрите как они выполняют команду Эрнандес подняли руки высоко обратили внимание да поднял выполняет команду секунданта вот это для нас заход послушный посмотрим сейчас очень много просто от выносливости зависит вот так и ушел вот вот но это блестяще вот это было блестяще сделать то что хорошо то хорошо можем быть школа то наша советская помешка смотри обманул но не попал к сожалению и где понимаете вот по разному может сложиться этот поединок ну где хваленая кубинская школа ну где ну что где мы что видим где он там великолепен просто когда они встречаются хорошими бойцами мы видим не самого сильного кубинского боксера просто в этом дело который пришел в команду ну бросая руку правую на место ущедшего чемпиона пока еще но я не вижу такого очень серьезного потенциала нет крепкий боксер крепкий боксер закрытый упертый сильный такой здесь серьезного многолетнего большого потенциала здесь фернандеса нужно понимать его можно обыграть на одной голой технике то есть тактика обратите внимание 3 а 4 вполне возможно что серекс отрифа первых победу а что тут удивительное для меня каждый бой это я не знаю кто говорит попал попал хорошо слева сейчас отлично отлично самое главное что серия высоких его он разбросался немного оказалось не хуже и большую роль сыграл тот эмоциональный подъем который он получил в начале боя александр он немножко разбросался начали это бывает от усталости тоже он стал быстро и расслабленно но у нас еще четвертый раунд и мы уже догадываемся что какое начало четвертого раунда кубинец получает сейчас команду вперед сломать значит и проигрывает там уже большой достаточно разрыв и концовку вот последняя минута последние эпизоды третьего раунда очень хорошо выиграл серик Сапиев я вижу как серик Сапиев сейчас секундант показывает правой рукой навстречу и справа и после этого сайта сбоку вот видите сразу что команду выполняет раз и право уходит только не стоять перед ним и ушел обратили внимание обратили внимание вот как он послушал секунданты как он правильно стал все делать как смотрите ну право 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 прямой сбоку прямой сбоку прямой 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 в атаке и сбоку назад и все будет там он будет так раз и хорошо выдергивает его шаг выдергивает ждет убийца послушал он команду секунданты очень приятно просто что парень раз и сбоку еще добавит отлично все нормально все идет хорошо идет побед великолепно построен сбой поединок и нет у нас замечательного кубинского боксера он сейчас работает более кубинского манера чем его соперник серик соперник расслаблен сапиев поднял 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 в том что они недовольны будут решили поигрывать 4 раунд просто уже делает что хочет переднего последних эпизодов три раза подряд просто левый правый прямой нанес в лицо ничего не предпринял кубинец посмотрим ну да сейчас сейчас самое интересное будет реакция кубинцев это мне это всегда так любопытно они так возмущены что их боксеру не отдали победу настолько к этому привыкли ну посмотрим посмотрим и сейчас сто процентов соскочит Сагара свое место и побежит куда-нибудь в жюри итак победил Серик Сапиев 46 35 1 2 итак у нас шестой бой весовая категория до 64 килограммов счет сократился разрыв счете сократился 3-2 сейчас ведет сборная кубы я думаю Александр сейчас некий эмоциональный подъем должен быть в рядах команды Казахстана да да Карлос Бантеор Суарес выступает за команду Кубы и Канат Арагбаев за команду Казахстана вот сейчас он на вашей экране кстати по поводу предыдущего поединка Сагара жестикулировал руками возмущался но не так угрозно и не так торжественно он же я так понимаю все таки он выдающийся специалист да он возмущается потому что не может не возмущаться это уже да это уже просто так сказать обязан возмущаться потому что априори решение против кубинцев не может быть справедливым даже если его с пола отскребали ну а у нас кажется встречный бой пошел это то что нравится зрителю да а то то они оживились ох как неплохо нехорошо неплохо а ведь попал чуть чуть это сильнее чем бы это закончилось левый боковой сейчас Турбини справил хороший справа через руку нет это Арабаев мы немножко перепутали под Хабибу предыдущий парень ой я прошу извини Арабаев вполне волнения и радости для этого боксера да он действительно нас порадовал ну что кубинец по-моему выдержал ох ты не хорошо левый боковой на кубинец выдержал этот первый натиск кстати мне кажется что он как боксер примерно такого же уровня как Угос Эрнандес который проиграл предыдущий бой обманул на левой боковой надзинул буквально Арабаев его соперника вот неплохо сейчас было действие контратаки ушел от удары тут же ответил ох неплохо хочу сказать что кубинский боксер очень четко и конкретно пропуская слева сбоку вот обратите внимание рука открыта рука правая опущена и надо было этим воспользоваться вот где-то вблизи ну чуть поточнее попал хорошо справа кубинец к счастью высоковато опять пропустил сбоку кстати то о чем он говорил и если Арабаев начал чередовать слева сбоку слева снизу то есть по печени и по голове то кубинский будет не до смеха поверьте мне главное попасть главное прицелиться ему да ему и так не до смеха и тем более что я так понимаю что настроение сейчас в команде кубы не самые блестящие не на такой счет они рассчитывали и ну в общем то за исключением наверное солиса ну и может быть ортиса аларкона вот в последних весовых категориях там не было ощущения что команда кубы представлена какими-то супер бойцами вот более тяжелых категорий мы с вами Александр с самого начала говорили что команда Казахстана это очень грозная команда и кадры тренерские которые работают там которые тренируют и воспитывают этих боксеров мы с ними вместе боксировали это советская школа бокса и они передают лучшее что было у нас мне кажется что она казахская школа бокса мне она очень нравится она сохранила очень многое ну свои прелести да и сохранила во первых свою свою какую-то особую ведь в россии в советском союзе все школы были такие так бы сказать отличные друг от друга вот так они сохранили то что было и сохранили то лучшее от всей советской школы а ведь разбавился по корпусу бить обратите внимание стал чередовать вот я несколько моментов буквально секунду назад он ударил по корпусу вот это было вот это было вот это было продолжим мне кажется сейчас Бантеор Суарес просто запитается отлично 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 вот то что надо и немножко перевести немножко с головы на корпус переведи и будет точно пропустить этот болезненный удар смотрите опять вот тупиня сейчас выглядит как-то разобранно и как я не кстати что-то сказал так ну причем выглядит хорошо ну судаков лучший для мира наш россиянин и денег попал попал и еще попал ну да обои такой средней дистанции мощные удары и тут надо перетерпеть здесь очень сложно сейчас такой переломный момент вот на исходе второго раунда переломный момент здесь уже вперед идет не знаете уже физическая подготовка выносливость ну мне кажется какой-то вот по крайней мере психологической инициативой владеет Арагбаев сто процентов после победы казахских боксеров есть какой-то психологический настрой это же команда кубок мира это сказывается ведь они же на вертикале когда выходят на на ринг они говорят друг другу какие-то добрые слова отлично браво браво отлично передняя 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 сейчас по-моему взял небольшой фау браво ну это вот это уже это от усталости это бросок справа удар справа без подготовки маловероятно что он достигнет цели ну в общем у казаков сейчас неплохой шанс сравнять счет в матче ну мы знали конечно что команда казахстана сильная ну как видите она оправдывает наши ожидания и вообще чувство благодарности вот по казахским боксерам ну врачу благодарность да да так помотать и где кубинцев а почему не выиграть и где вот хваленая такая непобедимая кубинская команда пьют это смотрите александричев знаете я вам могу сказать что мне кажется что в категориях 91 свыше 91 кубинцам победа практически гарантирована нельзя конечно но я все-таки скажу вот а одну одну один бой еще надо в других весах выиграть кубинцам и тогда есть отлично как он здорово вовремя вот и по корпусу ударил обратите внимание как он вовремя четко встречает нет ну этот бой я не вижу сейчас что у кубинца нет никакого так сказать варианта у него был вариант атаковать бить и убеждает а бой пошел не так перестроиться по ходу бою он не может в углу ему по моему ничего толкового не посоветовали а он у а у у у настрою на этот по тактическому замыслу он как он так он как он и знаете такой уход тайн степ слева с боковым да прекрасно работает сейчас временами начинают махать руками а он просто а у Кубинин больше ничего не умеет ничего не умеет где вот эта полная техника, тактика, ноги, руки ничего не умеет, он как он боксирует он прибавить не может, не убавить и перестроится он очень ограниченный арсенал у него да, и очень главное как-то тактически ограничен и неумно боксирует вот он знает вот это кидание какое-то я думаю, что остановки досрочно не будут а очень бы хотелось бы вот это будет оплеумка исти за левым закончим бросил справа не попал противник все равно пойдет на тебя ну брось лево, ты же вон наткнется на твой кулак ну это же азбука азбука хороший вещь, он просто очень устал ну не устал, но третий раунд такой тяжелый бой действие так просто не просчитывается в любом случае Арахваев выигрывает этот двойный счет вот-вот сравняется вот это сенсация вот это сенсация и многие боксеры, они просто по классу по уровню выше кубинца я просто смотрю, что команда Казахстана крепко прибавила даже со временем Олимпиады ни одного в общем такого ну, может быть, первый бой весовой категории до 48 лифта легко выиграл кубинец Бартолеми Валера Регон Дуортис очень легко выиграл 54 килограмма ой-ой-ой-ой, как здорово вот так, как левую руку включает так все происходит, сразу же безболезненно для Арамбаева ноги, канад, ноги, ноги ну что? вот она, передняя просто пошел, просто, по-моему, сейчас вот пошел так, без шабашных пляж надеюсь больше на шальной удар так, а вот это уже очень нехорошо А вот это вот чисто кубинский вариант. Я очень много и очень часто вижу. Вот это безнаказанность. Да, уверенность сойдет с рук. Потом протесты дает. Заканчивается бой. Какие-то невозможные, невероятные очки. Так как очень открытый такой бой. Много ударов. Особенно в последних раундах даже как-то защиты не заботятся. И Арагбаев уверенно перерубает кубинца. И обыгрывает, и перерубает. И лучше, и на ногах лучше. И руками быстрее бросает. Станция лучшая. Интересно, будет ли Сагарова вмещаться после этого поединка? Но после первого поражения он вмещался. После второго возмущаться ему не так сильно. А вот интересно после этого. Неужели тут есть какие-то... У Сагара всегда есть сомнения. Я понимаю. Убийца всегда есть сомнения. Когда их боксеры, вот только когда вот Стиринка на вынесли, когда его высочек удар, вот так не было сомнений. Ну вот смотрите, вот обратите внимание, ну это просто хуликанство на рейде. Нельзя же после команды стоп. Если боксер в неудобном положении, нельзя это бить. Нельзя этого делать. И кубинцам можно? Кубинцам можно, да, вот они так вот. И сейчас ударим еще. Убийц не решился. Ну, тут слишком, на мой взгляд, ну, я никогда не комментирую действий судеб, но, на мой взгляд, немножко мягковато отнесся судья на рейде, рефери Судаков к кубинскому боксеру. Вообще за это дают предупреждение. Да, да, заслужил, заслужил. За повторную такую атаку после команды стоп. Ну вот молодец, вот молодец подъявится. Ну и беги за ним, кубинец, уважаемый. Давай догоняем, у нас все удары. Вы что их делаете? Не догоняем. Не догоняем. То это и дело. Вот красота. Да, у них много очков, запас секунданты. Мы сказали, что можно спокойно додвигаться до конца. Это чисто кубинский вариант. Отлично. Счет матча сравнялся 3-3. Их из-за оружия. Да, да, очень хороший бой. Александр, ну приятно, да? 3-3, ничего. И где наши величайшие, где наши лучшие? Вы знаете, если им сильно так хорошо так испортить настроение перед финалами, я любопытно посмотреть на троицу Секундантов. 53-36 победил Канат Арагбаев и счет в матче сравнялся 3-3. Продолжение следует... Продолжение следует... Легкость, простота. Свобода движения из страны в страну и в любой стране. В новом мире Роуминга Билайн. Путешествуй без забот. Это не просто усовершенствованная технология. Или 45 патентов. Или лезвия мирового класса. Это решение собрать все воедино. Жилет МАК-3 Турбо. Ни один станок не бреет лучше. Качество бритья – вот доказательство. 20 миллионов мужчин уже знают, что МАК-3 Турбо – самое чистое, самое комфортное бритье. От жилета. Специальное предложение этого лета. Гель для бритья «Жилет Сириас» – подарок к МАК-3 Турбо. Гель для бритья «Жилет Сириас» – подарок к МАК-3 Турбо. А ничего, повеселились. Да, неплохо. Ну что, повторим? А может, лучше в зоопарк, а? Большая упаковка. Реальный весов. Бокс – командный кубок мира. Выживает сильнейший. Наша сборная под руководством Александра Лептика разгромила соперников по групповому этапу. Впереди решающая битва за выход в финал. 16 июля в прямом эфире. Полуфинал от галера по боксу. Россия – Азербайджан. Скорость. Грация. Драйв. Вдохновение. Воля к победе. Все, что мы любим в жизни. Все, что мы любим в спорте. Чемпионат мира по водным видам спорта в Монреале. Итак, счет в матче 3-3. Матч Куба Казахстана. И, ну, что сказать, боксеры, выступающие в весовых категориях 69, 75, 81, не произвели в первых двух матчах, в первых двух своих боях такого очень сильного впечатления. В общем, как вы считаете, Виктор, есть у казахов шанс сотворить сенсацию? Если они победят Кубу, это будет сенсация. Я с самого начала вам говорил, что никакой сенсации здесь нет. Если бы сборная Грузии победила эту сборную Кубу, то это была бы сенсация. А Казахстан, они шагают в ровень со всеми. Это наша советская школа. Наши трестные коллективы. И вот они нисколько не слабее от Кубинской национальной комедии. Давайте посмотрим. Я ни в самих случаях не хочу принижать сборную Казахстана. Это великолепная команда, великолепная команда. О чем тут спорить? Но я думаю, что абсолютно все сочли бы победу команды Казахстана сенсацией. По крайней мере, я имею в виду. Вот тут, кстати, два лиша руки боксера очень сложно, да, левши против левшей боксировать. Левши, левша против левшей, это не так часто стоят они на тренировке, не так часто боксируют вместе. И когда выходят в ринг, это большие сложности. Я представлю участников, по-моему, этого не сделал, но Ирислади Лара Сантая. Выступает за команду Кубы. И Бахыт Сарсикбаев за сборную Казахстана. Посвободнее, порасслабленнее. И подальше бьет. Да, подальше бьет. Это недалекий удар. И здесь, наверное, казаху надо подходить поближе и поближе, стараться подойти поближе. Но это очень сложно сделать. Вот так он стоит прямо, он же не гнет голову, прямо стоит. И поэтому все, вот все легит во встрече. Хорошо попал, да. И еще, и развивает успех. Но Кубинец клинчует. Остановил. Очень боевитый парень Сарсикбаев, как мне кажется. Вот так. По палку, Кубинец. С левой руки. Ну, Сарсикбаев делает все, что может абсолютно. Я бы даже... Не стал, наверное, что бы вы посоветовали. Вот я думаю об этом, что бы я посоветовал. Я бы, наверное, все-таки посоветовал. Вот знаете, когда он начинает издалека, он не попадает. Только пытаться ближе подойти. Подойти, да. Наверное, надо подходить не за счет ног, а за счет движения туловища. Влево-вправо. Ну, обрезать углы можно. Да, влево-вправо. Подходить и после этого ручная контакт. Но не стоит, не стоит круче не бросать просто угар издалека. Потому что будет встречный. Это точно жесткий. Хороший второй раунд. Хороший второй раунд. И, в общем, я еще раз повторю, на мой взгляд, очень сильно прибавила кубинская команда за последний год, то есть со временем Афинской Олимпиады. Второй раунд. Мне не кажется, честно скажу, что у Серсегбаева большие шансы на победу. Но если ударит, он явно бьющий парень. И вот попадет несколько раз. Я просто видел реакцию Лара Сантая на его удары. Вот если попадет несколько раз, Бог его знает, как там еще сложится. Знаете, Александр, мне кажется, обоюдные шансы. Ну, может быть, на первых секундах Сантая больше нанес удара, больше очков. А на самом-то деле, он ничем не лучше. Да, в общем-то, да. Вот ничем не лучше. Вот обратите внимание. Просто тактически вот он немножко, казах, стоит прямо чуть-чуть движения корпусом, и ты будешь подбираться. Хорошо, в сторону ушел. Да, если ты уходишь в сторону корпусом, тебе легче ударить. Немножко прямолинейный, казах. Сейчас, конечно, Сарсыгбаев на очень большом подъеме эмоциональном. Это само собой. Да, такой... Прямо стоит. Немножко движения не хватает, корпуса не хватает движения. Он выдержал паузу и хороший удар провел Сарсыгбаев. И победа в этом бою, я не считаю, что не любит все фантастики. Нет, 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 нет. Успокойно, равный бой. Ну, да, в 20-20. Мне кажется, вот, если он сумеет несколько раз хорошо попасть так плотно в Сарсыгбаев, бог его знает, чем там еще закончится. Вообще, какой замечательный матч сегодня, да, Виктор? Да, абсолютно. На 3-3. Еще неизвестно, что будет дальше. Просто великолепный, великолепный матч. Вот пошел вблизи. Опять Кубини заметил. После команды стоп так подлинно снизу. Дальней рукой от судьи, там, в надежде, что не разглядит. Сарсыгбаев сближается. И вот начинается борьба. Вот вы сближался для чего? Для того, чтобы средние дистанции нанести там справа сбоку, слева сбоку. Какие-то свои любимые приемы. Я это видел, любая любимая комбинация. А он сближается, начинает бороться. Вот это вот не надо делать, но теперь. Может быть, это тоже, может быть, не лишено смысла. Он очень... Он сильный физический парень. Может, кто-то замотает. Он должен быть сильный физически в боксе, но не в борьбе. Я согласен. Но когда тебя так вот поломают, в клинче, тоже это не помогает. Ну, конечно, но ведь ты тоже устаешь в этой борьбе. Безусловно. А вот, понимаете, смысл бокса заключается в том, ты выбираешь свой тактический рисунок, и ты должен его выполнять. Если ты идешь на соперника, значит, ты идешь для чего? Для того, чтобы войти при помощи корпуса или ног в ближнюю среднюю дистанцию и наносить свои серийные удары. А если ты подходишь вблизи и не наносишь, зачем туда идешь вообще? Я с вами абсолютно согласен. Просто если уж не получилась атака, да, если ты там не дотянулся, не достал слишком быстро, сократил дистанцию, да, может быть, имеет смысл и помучать в клинче. Тем более, если ты сильнее физически, а там он не сильнее. Но может быть каким-то экспромтом получился. Да, 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 да. Нет, конечно, разумеется, это не главная задача клинчевать А я вижу, что Тарцымбаев работает первым номером, значит, ты должен подходить и бить, но это надо делать, это нужно делать правильно, не пропуская встречные удары. Для этого, ну, я думаю, подсказали, как-то нужно будет голову убирать. Мне сейчас не нравится какая-то некоторая суматошность действия к Тарцымбаеву появилась. Немножко он все-таки, ну, мне кажется, такой тоже боксор. Такой не то чтобы однолинейный, но... Вот он атакует, да, как-то с недостаточным арсеналом, может быть. Ну, не совсем работает эта вот тактика его в последнее время. Дело в том, что еще тут есть одна... Ну, у него, говорит, не положительная черта, он кроме двух ударов ничего больше не наносит. Понимаете, мне было неудобно, говорите, это... Вот, вам как... Вот и все, два раза ударил. И если было бы продолжение 3-4, вот после двух остальные выложили из бюджета. Но это не отработано, этого нету. Ну, я думаю, что... Кубинец уже, в общем, понял его. Сумеет ли справиться, это другой вопрос. Потому что... Ой, ну, сильный какой удар нанес Лара Сантае. Мне понравилась реакция Сушегбаева. Никакой. Ну, да. Просто Сантае бьет навстречу, вот и все. А почему бьет и попадает? Да потому что противник на Сантае, на кубинского боксора, идет прямолинейно. Вот стоит прямо перед ним, как из-за рамки, как столб. И, конечно, когда ты будешь стоять прямо, ты будешь пропускать. Ты должен убирать голову. Я сколько раз тебе... Сколько раз я говорю боксеру, когда вы наносите утары... Попадает, попадает. И соперник не упал, начать ждите ответ. Попадает Сантае. У вас встреча, стоящий, стоящий мишень, взял, чем подход. И разрыв в очках будет такой, что, я думаю, не отыграть. Соседбавил его за четвертый раунд. Ну, так помучал, поборолся с кубинцем, но судя по конечному результату. А, с которым, очень хороший бой. Смотрите, зрителям он нравится, зрители довольны. Но я так вздыхаю, потому что у меня все-таки где-то в первом-втором раунде была надежда, что вдруг, а вдруг Соседбаев выведет свою команду вперед. Знаете, я очень люблю, когда мои плохие прогнозы не сбываются. Ну, вы знаете, с арсеналом два удара в средней дистанции. Да, 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 да. Что не знал, изероятно. Ну, можно выиграть, конечно, попасть, там, не знаю, сбитыхани, или там, послать соперникам нокдаун. Но в таком плотном, тяжелом поединке, четыре раунда, имея в арсенале два удара, атакующих два удара, ну. Кто там, по-моему, бьют по щекам. Уже, да? Да, уже. У нас команда Сагара была, наверное, Александр? Да, нет, он просто дал пощечину. Школа Сагара? Кто бы мне дал пощечину, я бы посмотрел. Ну, что делать? Нужно, нужно, единственное вооружение, вот, сжевать соперника. Да, ну. Сжевать, топтать, иначе... Зубы недостаточно острые. Ну, не давай дышать, нужно постоянно держать или бить. Очень сильный удар провел Лара Сантая сейчас. Ноль демокс. Да, нет, но боец настоящий, настоящий боец, конечно, не совсем знает. Стоп, стоп, стоп. Знаете, все-таки я очень как-то, не знаю, может быть, цель оправдывает средства, но когда человека унижают перед всем миром, как-то не вызывает это у меня одобрение. Ну, когда вот так вот дал, отвесил пощечину своему боксеру, который, кстати, делает все, что может. Да нет, это все, что может. Ну, нет, это мерзость. Нет, ну, тут, понимаете, пощечина в углу, это не знак оскорбления. Вы видели выражение лица у этого, не оскорблявшего? Нет, Александр. Никаким образом не пытается как-то ущемить его самолюбие. Это тактический прием. Я прекрасно это знаю, но это был не тот случай, как все время укубился. Нет, поверьте мне, никто не собирается обязательно дошелиться. Это просто, это отвлечение от того, что у тебя в голове. Слушай сюда и почувствуй. Я много раз слышу, я много раз видел. И никто из боксеров никогда не претензил, никому не говорил. Ну, у нас заканчивается бой, и на этот раз, конечно, победу отвергает кубинец. Ну, по-моему, Шерсикбаев, да, Шерсикбаев устал больше, чем Лара Сантая. А потому что у него больше лишних движений. Да, бросался. Борьба. Да, да, да. Бросался и наседался им. Кстати, ну, нельзя на вот этот левый прямой кубинца. А это левым левша, напомню. Как наседать с такой регулярностью. Да, оба у нас. Да, оба левши. Ну, можно, я тут не обращаю внимание, почему? Потому что это как само собой. Да, это вот так обычно здесь. Ну, да. Удивительно, когда правша уку. Да, когда двое правши, вот что удивительно. Ну, что, 39-22. Кубинец победил. И, ну, мне кажется, что... В общем-то, хотя счет только 4-3 в пользу сборной кубы, мне все-таки кажется, что... Да, видите, смотрите. Победу по очкам за счетом 39-22 одержал Эрислан Дилара Сантае. 4-3 в пользу кубы. Ниссан Премьера. Новая форма разума. Ниссан. Превосходя ожидания. Специальное предложение до 31 июля. Джей Севен. Живи. Играй. Только в Макдоналдс. Хрустящий вафельный рожок за 6 рублей. Потрясающий вихрь вкуса. На свете так много интересного. Журнал «Вокруг света». Переверни страницу. Обновленный «Форд Мондео». Автомобиль, который нельзя не занятить. В нем каждая деталь продумана и доведена до совершенства. Превосходство новых технологий. Безупречность линий. Исключительное чувство стиля. Стоит только увидеть, и вы не сможете отвести взгляд. Обновленный «Форд Мондео». Совершенство в форме. Уверенность в характере. Ну а сейчас у нас будет очень красивый, и, я думаю, очень упорный бой. Два олимпийца. Серебряный призер Геннадий Головкин. Из Казахстана, разумеется. И Юрданис Деспанерера. Которого в Афинах выбило соревнований в очень равном бою, в котором, в общем, победу можно было дать в любую сторону. Андре Дирелл. Из Соединенных Штатов. Но на Олимпиаде они не встречались. Собственно говоря, это ясно. Ну что, Гена, удачи тебе? Да. От души пожелаем удачи. Геннадий Головкин. Высокий, я смотрю. Деспанерера. Соберник. Это весовая категория до 75 килограммов. Да. Далековато бросает руки. Да, и мы сразу видим такое напряжение в движениях Головкина, потому что нужно будет как-то прятаться от этой передней руки. Хорошо сейчас с задней руки сильным ударом справа достал там через руку. Выдергивает на себя Кубинца. Кстати, он бросает руки в пустоту. На всякий случай, это в пустоту бросает. Да, да, да. Понимаете внимание. Тут все чувствует. Пока еще особых активных действий Головки не предпринимает, но Кубинца чувствует. И не оставаться. Взорвался и ушел. Очень серьезный бой. Ну, в этом весе и не может быть серьезным. А потом, ведь подкоры, ну, просто классный. Хорошо, слева так, боковой. Головки чемпион Мира. Да, Головки. Отлично. А ты, что правый, ой-ой, как он угадал. Вот прочувствовал соперника, угадал. Кстати, Рыра, он уже набросался руками. Я имею в виду, надо промахиваться. И каждый удар будет, уже боясь промахнуть. Несколько раз наказать было за Прохова. И все. И было бы тогда более спокойно. Мне кажется, Головки не скалешает пространство Рыра. Не дает ему пользоваться преимущественным ростом. Сейчас покажу, что, по-моему, слева попал. Нет, замечательно. Хорошо, еще по-моему, просто. Ну, там ответ был обоюдный, ну, классно, посмотрите. Где-то взорвался он достаточно неожиданно. Смотрите, пропускал. Кубинец не мог выйти с той же силой, потому что он неудобно стоял. Головкин изначально занял позицию в центре ринга. Давил кубинца. Давил, но не пил. Наносил удары, давил. Ждал промаху соперника. Чувствовал его. Потихонечку подбирался, пропирался. Подбирался. И после этого, когда кубинец стал промахиваться, он стал его подхватывать. Да. Интересный бой, да? Интересный, да. Мне показалось, если бы, вот, по очкам 10-10, но мне показалось, что, если бы, вот, мы, по судейским запискам, я бы головки, да, дал, пока вы. А он решил основного, головки, решил основного качества РРР, решил передней руки. Да. Вот не попадает передней рукой в головки, а потеря, он выбирает голову. Да, это говорится о том, что, сколько раз мы с вами говорим, убирайте голову, делайте движение корпусом. Кстати, у головки, мы сейчас это увидим, хорошо получается. Дай бог. Второй раунд. Он убирает голову, обратите внимание. И мажет, по пустоту бьет, по воздуху бьет. Это очень раздражает, когда бьешь пустоту. Он сейчас достал справа. И залогки тут же ответить. Ну, вот это вот, чисто вот это купинский вариант ударить по затылку. Никогда уже, господа, прекратить это делать. Я думал, что никогда. Попал бы справа два раза, причем. То есть, по ней РРР, они очень плотно, но в счетах. А, хороший удар был. Такой неожиданный, кстати. Неожиданный, да. Левый, боковой. Уже не первый раз я его видел. Да, смотри, движение корпуса. Видели движение? А что я говорю? И ведь руки РРР летят мимо. А это вот уже просто одиннешний сильный удар, хотя бы нанести головки. Смотрите, сколько обманут движения. Нет, сколько защиты движения у головки. Удар это летят мимо. Очень хороший бой. Ну, ну, тут здоровый кубинец. Просто гоняет, наверное, сильно вес. Хорошо. Опа. Хорошо. Вот, наверное, здесь не надо останавливаться. Попал справа, Геннадий. Опа. Отлично, чистый, прямой справа. Вот чуть ли он ниже попал. Головки почувствовал, что он попал. Ну, ты пи, еще. Отлично, отлично. Еще, еще. Почему очки-то не дают? Ну, потерпи немножко, еще раз. Ну, потерпи, потерпи, потерпи. Поймай его еще раз. Ну, ой. Наконец, одно очко дали за 4-5 ударов. Отлично. Хороший раунд. Отлично. Хороший раунд. Хороший раунд, да. Вот мы говорим обманных движениях, о защите. Великолепные защиты. Видите движения корпуса? И многие удары летят к нибудь. Но мне не понравилось то, что вот чуть-чуть, не чуть-чуть, а крепко придерживали Головкина. Вот видели, вся концовка раундов. Просто какой-то бенефис Головкина. 4-5 сильных ударов и одно очко за это. Ну, как-то... Александр, ну, без комментариев. Я не хочу обсуждать работу... А почему без комментариев? Я не хочу обсуждать работу финанских коллегий, потому что это не мои компетенции. Я не знаю эту работу, и поэтому эти люди профессиональные и вмешатся в том, в чем я не понимаю. Я могу сказать, на мой взгляд... А неужели вы разбираетесь в боксе хуже, чем в суде? Не так, правда? Я плохо разбираюсь вот в этой капитальной графике, на которой они печатают. Да, в том, что происходит на ренде. Но не хуже же них вы разбираетесь. Так, Александр, давайте мы посмотрим, что будет происходить дальше. Насколько интересный напряженный поединок. Отлично. Вот корпус, убирай голову, отлично. Где-то направо-направо. Хорошо по корпусу-то провел. Ну, не оставайся где-то. Так, ладно, ничего. А вот так. Вот эти все промахи, они так тесно, на нервы. Я смотрю, что у всех убирцев одно и то же. Когда бои начинают идти не по их сценарию, они какие-то разобранные становятся. Ну, когда вас бьют, вы будете разобраны. Конечно, теряется уверенность, теряется бижонство. Вот это ощущение. И нет, теряется как-то уверенность. Бижонство-то само со мной. Теряется уверенность. И что? И где хваленый убирник? Я не очень понимаю. Ну, есть мастерство, да. Так, конкретно в Успании Рэру никогда никто особо не не хвалил. Нет, ну я просто говорю, общая кубинская школа, что невозможно выиграть. Их можно бить, их надо бить. Смотрите, что делает Головкин. Да, Головкин побеждает. Я надеюсь. Ох, хорошо по корпусу дал. Вы знаете, очень хороший взрыв у Генария Головкина. Очень хороший, все удары очень жесткие. И самое интересное, он выбирает четкий момент для атаки, для этого взрыва. Да. И почти всегда исполняет редко, но на сто процентов этот удар. Заканчивается третий раунд. Заканчивается. И кажется, счет сравняется. Отлично, хороший удар. И снова болтанул, болтанул кубинцам. Александр, когда кажется, надо... А что кажется? Вы говорите, сравняется счет. Наоборот, еще увеличился разрыв. Я сказал, сравняется счет в матче. А, то это самое, я думал, по очкам. Это да, это... 4-4, похоже. Ну давайте не будем загадывать. Да, давайте не будем. Но все-таки 6 очков у Головкина. Надо отыграть у Головкина, который на коне, который вот на подъеме. Смарди показал. Немножко, вот знаете, чем дело? Немножко остался. Немножко остался. Неудобное положение он стал, и не было возможности убрать корпус и вместе с ним голову, чтобы удар просустрел. Головкина. 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 Веспайнереры будет атаковать, понятно. Конечно, нужно попробовать. здесь нужно будет четко распределить свои силы головки так же давать промахиваться соперник ему понятен и он может выдержать так сказать просто не стараясь выиграть этот раунд остаться при своих я думаю это он и будет а все бог узнает может быть наоборот нельзя отдавать инициативу нельзя отдавать александр то есть надо работать в этом же ключе то есть нужно выбирать момент использовать на все сто процентов вот эти серийные атаки не выжидать если ты встал вот здесь вот обычно головки забирается вот приблизительно ну соберись и здоровьтесь мало чего реально происходит прошу обменялись обычно показал что из головки лучше про копа нет это по-моему не надо он там зацепился попал рукой попал и зацепил счет толчок и немножко ноги неправильно стали кубинцы и поэтому еще попал головкин сейчас зацепил с парни рара ну ничего надеюсь что ты на последний успех что мне нравится это то что такое ощущение как неплохо да вот смотрите это называется концовка то что не отдает ни одного очка молодец вот характер да но лучше засчитывать нападение осталось 4 очка поэтому не надо отлично ну все и так счет матча сравнялся 40-37 тетки выиграл головкин концов счет у нас 4 4 поединка счет 4 4 3 поединка каждый из команд нужно выиграть два из них и так в этом бою победу по очкам со счетом 43-47 победил геннадий головкин еще встречи два стричь и 4 4 а Ниссан Премьера. Новая форма разума. Ниссан. Превосходя ожидания. Специальное предложение до 31 июля. Участвуй в акции Тропикана Оупен и выиграй поездку на международный теннисный турнир. Поддержи Анастасию Музкину. Ну что, поехали? Привет. Моторолла Рейзер В3. Теперь в черном. Тонкий намек на твое превосходство. Привет, дорогой. Привет. А где ты был? Бегал. Странно, но футболка сухая и совсем не пахнет. Новый Power Stripe Adjolet Series с уникальной полосой экстразащиты от неприятного запаха сокращает фотоотделение. Power Stripe Adjolet Series. Сила экстразащиты. Электроинструменты из Германии. Д. В. Т. Итак, начинаем с того, чем закончили. 4-4. Счет матча сборных Кубы и Казахстана. Честно говоря, перед началом мне казалось, что максимум 3-4 победы может одержать сборная Казахстана. 4 это уже было так, что-то почти нереальное. Но сборная Казахстана выступает великолепно. Еще раз повторюсь совершенно сознательно. Очень выросла казахская команда за последний год. И в общем... Ну, посмотрим. Я уже не хочу говорить ни о каких шансах. Сейчас будет бой в весовой категории до 81-го килограмма. Куба Юниор Дортико Пао. Куба Ердос Джанабергенов. Казахстан. Близковато подошло. Сейчас хотел ударить по пищу. Чуть-чуть близко сблизился. А так вроде все правильно делает. Очень высокий кубинец. Теперь еще осталось узнать, умеется он пользоваться своим преимуществом. Ну, тут же ясно, что казахский боксер ждет удара справа. Тот зависает и он контратакует. Мощный удар. Не попал. Не попал. Нет, не попал. Я, имею в виду, не четко попал. Вот если бы немножко прицелился получше и чуть-чуть побыстрее поднял локоть, и могло бы быть точнее. Вот. А вообще неплохо бьет. Вот так ромажеско он слева бьет. Я, имею в виду, казахского боксера. Ну, неплохо. Единственное, конечно, единственное, что если он будет бросать только одиночество слева сбоку, то боюсь, что... Вот сейчас на контратаке. Не в атаке, а на контратаке проходит. Очень прилично. По корпусу прошли. Неожиданно. Отлично. Вот это контратака. Еще отлично. И опять мы видим слегка такого потерявшегося Кубинца. И попадает, да, и попадает. А вы знаете, а ведь это же не стиль Кубинского боксера. Он нашалел просто. Он пошел вперед, а ведь он хватает все. Мы нашалел, но правильное слово вы подобрали. По-моему, прошел крепко в путь. Милибергенов. Вот хорошо, кстати, это не правильная тактика выбрана. Он выбирает на себя, его в переднюю, ввиняя его правую руку, но после этого контратакует. Хорошая тактика. На этом все время подглавливает. Да, ну, посмотрим. Знаете, хорошо, что в полуфинале мы не встретили команды Казахстана. Да, сильная команда, сильная команда, и она ничем не слабее кубинской команды. Ну, пока, у нас прямое подтверждение счет. Да, кубинцы, они чем отличаются, это они оспаривают каждое событие, происходящее на ринге, что вот отдали победу казахскому боксуру, а не кубинскому. Они размахивают руками и говорят, такого быть не может. Нет, ну, здесь, по-моему, если говорить быть объективными, по результатам спорят бесполезно здесь. По сегодняшнему дню что выиграли, то выиграли, что проиграли, то проиграли. Они же спорят, мы же видим, Сагара бегает. Они же спорят по результату каждого поединка. То есть, для них самосознание не укладывается. Да. Отлично. Хороший прием тактический, кстати. То есть, вообще секунданты и тренеры знали о том, что высокого роста и бьет далеко с правой. Они готовили, видимо, своего большого готовили. явно вот это заготовки есть, которые он покажет с самого начала. домашний заготовка на контратаке. Да, на контратаке. Но, Дортикос Пау зависает после своего удара. Он не зависает, он просто не попадает. Ох, сколько же он нахватался ударом. Господи, но... Идет все равно, но настолько глупо и прямолинейно боксирует в кубине. Идет на этот удар. Одно и то же. Глупо и прямолинейно. Вот, пожалуйста. По-моему, просто не хватает физической силы. Сломовато. Нет. Видите, Александр, здесь вот поступают такие вещи, как просто элементарно растерянность всей команды. Они же, как это так? Мы проигрываем, такого быть не может. Понимаете? И когда боксер выходит растерянный, и... Ну вот, смотрите. Вот, пожалуйста, еще вам один результат. хамского поведения кубинских боксеров. Он бьет после команды в стоп, он бьет позатук. Вы согласны, Александр? Да. Всегда это было. Всегда это было. Когда у нее что-то не получается. И еще, и еще, и еще. Опускает. Тут заявлено преимущество. Было бы замечательно. Правильно. Все делали. Это просто жалко, любители бокса. Абергенов правильно все делает. Ты так, я тоже так буду. Это любители бокса, любители спорта. Не видите, что делается в углу. В углу. У боксера кубинца. Кубинцы просто ошалели от того, что происходит на ринге. Они не верят своим глазам. Патаются за голову, размахиваются. оттолкни его. Оттолкни его. Еще раз. Оттолкни. Абергенов. 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 Класс. Вот. Вот он. Ой, закончили. Александр, Александр, посмотрите на нашего хваленого кубинского боксера. Вот он, столь на национальной клубе. Их можно бить, их надо бить. И мы будем идти. Не, ну. День, день. Бой, мой, мой. Я вот... А не, Александр. Будет он драться с нами? Александр. Да. Будет драться. Будет. Это не нокаут. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Александр, я хочу сказать вот что. Посмотрите, Сакаря. Где он размахивает там руками? Молчит, сидит. Воды в рот набралось. Посмотрите на секундантер. Молодцы. Молчат. А что тут? А чем тут можно? Нет. Молчат. Ну, о чем тут можно говорить? Да. Блестяще. Блестяще. Итак, победил Иртос Джанабергенов. Счет по матчу стал 5-4 в пользу Казахстана. О, прекрасная Брунгильда! Будь моей женой! Орбит Белоснежный защитит ваши зубы от кариеса и сохранит их естественную белизну. О, прекрасная Брунгильда! Будь моей женой! Орбит Белоснежный. Ослепительная улыбка и защита от кариеса. Добро пожаловать в центр Нео. Мы делаем мажетель для оптимистов. Здесь мы бережно собираем смех. Здесь берем радость. Ну, а здесь наслаждение. Эти положительные эмоции составляют главный ингредиент мажетель – хорошее настроение. Мы просто добавляем в него молоко, сок и 10 витаминов. Мажетель готов. Прошу на дегустацию. Новая DVD-камера от Sony. Привет, дорогой. Привет. А где ты был? Бегал. Странно, но футболка сухая и совсем не пахнет. Новый Power Stripe Adjolet Series с уникальной полосой экстра-защиты от неприятного запаха сокращает фотоотделение. Power Stripe Adjolet Series. Сила экстра-защиты. Феноменальный результат. 5-4 сборная Казахстана впереди. Нормальный результат. Нормальный. Нормальный, феноменальный результат. Значит, мы сойдемся на это. Значит, сейчас весовая категория в пользу сборной Казахстана. Сейчас на ринге представители весовой категории до 91 килограмма. Луис Ортис Аларкон, Куба. Дмитрий Готфрид, Казахстан. Ну, надо сказать, что Казахстан надо одну победу отдержать, чтобы быть в финале с россиянами. Побителем матча Россия с Дарьбаджан обоксировали. Давай сейчас посмотрим бой. Правый. Растал. Аларкон Готфрида. Дергай, 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 дергай. Дергай, дергай, дергай. Ее форсирует событие. А что форсирует-то? Дело в том, что они все растеряны. И вы посмотрели в сторону секундантов. Да, таких тихих кубинцев я, по-моему, никогда не бить. Для того, чтобы ставить на место, нужно просто бить. Все. Аларкон пока, по крайней мере, выглядит каким-то... Робким? Подавленным, я бы сказал. Нет, не робким. Просто то, что он бьет, у него нет вот этой прытьки, нет такой уверенности. Ну, надо же справа ударить, по-настричь хотя бы. Но показать, иначе, если будет бой протекать в таком ключе, и кубинец не получит ни одного жесткого удара, он обнаглеет, в конце концов. Да, и он скоро обнаглеет. Бой в то русло, какое ему нужно. Нужна хорошая встречная атака, или хороший встречный удар. Ну, по-моему, очень неудобно, то, что Готовик настолько выше него ростом. Хотя я удивляюсь, потому что он для высовой категории 91, он невысок. Так что это должно быть привычно для него. А вот сейчас справа попал. Ну, еще бы раз. Вот все. И посмотрите на кубинцы. Обратите внимание. Тот силанец-то пропадает. Тот, что чувствует, что человек может ударить. Ну, справа. Ну, какой-то удивительно. Удивительно, никакой со стороны кубинцы раунд. Просто никакой. Просто нет ничего. Ничего. И, знаете, и ошибка Квоттрида пережидает. Да. Он бы пережидает немного, пережидает. Тоже вот какая-то пауза. Это тут очень тонкая грань. Тут вот у меня такое ощущение, что один раз Аларкон попадет и, так сказать, душа полетит у него. Он подавлен, он подавлен, как и вся кубинская команда, подавлен результатом. Все сейчас зависит от него. На него давит колоссальное чувство бремя ответственности. Он в положении, не приведи Господь. Прятаться незаконно. Проигрывает он, проигрывает команда. Ну, знаете, вот нет этого кубинского, да? Вот такие удалые парни такие. Молодцы. Выскочили все кубинцы. Расписались, расписались. Нету. Нет, где они? Смотри. Вот вам боксируют. Для чего спрятался, сжался и боится атаковать. Ну, давайте второй раунд у нас. Все-таки соперник нашей команды в финале определяется. Ну, вот виды. Справа, справа немножко почаще побросать. Ну, вот сейчас можно, но оно близко, потому что вот так. Беспомощно. Знаете, есть хором кровати бросать, но брось вправо. Беспомощно работает Аварком совершенно. Сейчас по корпусу достал. Вы когда-нибудь видели, чтобы у кубинского боксера было мало атакующих действий? Нет, не видел, но... Попал сейчас Аварком. Ну, про... Нет, ну, это... Ну, надо доказывать, надо бросать... О, как жалко. Надо бросать руки, надо бросать справа. Ну, немножко потерпеть надо, потому что во втором тяжелом шансов не дра. Ну, вот дали возможность кубинку. Просто дали возможность. Кстати, то, что я и говорил, один удар на несет, один удар на несет и полетит душа. Вот так. Вот это и случилось. Потому что действительно все было на очень тонкой грани. А так все хорошо начиналось. Ах ты, черт! Ну, вытери, не ударь справа. Ну, попойди... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, что ж такое. Так. Так. Да, это, ну, конечно... Бой, я думаю, уже закончен. Кубинич на коне. Вот так, так. Забьет, забьет. Косыр совершенно потерялся. Руки как ватные стали. Не может, нет, нет, нет. Нет у них права удара такого мощного, как у Макаренко. Да. Быстро вот так. Ой, как жалко. Прям, знаете, я на какую-то вот... Не надо прочь, да. Поверил. Прочу-то не надо. Это нормальный пункт. Поверил, поверил. Нормальный результат. Я так хотел ошибиться. Я так хотел, чтобы спорная Казахстана вышла. Это не чудо. Они могли бы чуть-чуть поувереннее, чтобы казахский боксер себя держал и пилу позже. Если бы отберил его в другой скорости. Ну, или что-нибудь интересный финал. Не знаю. Александр. Ну, одной скорочке я просто хочу закончить. Мне, кстати, кажется, что Аларкон был не похож на себя в первые минуты именно из-за вот того времени ответственности, которое на него давило. Именно из-за того, что очень неудачно выступала команда. Ну, изначально мне казалось, что у Готфрида нет шансов в этом бою. Вы помните, я говорил, что 91 и свыше 91 вряд ли выигрывал. А как складывается? Ну, мой. Да, слабинку, не проявил себя и все. Ну, там рано или поздно Аларкон должен был зацепить. Как сказать? Да. Могло, могло все повернуться, вы правы. Раз бы пропустил, и все поправил. А сейчас, понимаете, сейчас уже все. Сейчас уже в одну кашу пошло. В одну сторону. И поэтому появилось, что у него уноситесь. Аларкон уже сейчас танцевать начнет. Да, сейчас себя ощущает героем дня. А если мы вас встречим? Ну, так оно и есть. Действительно, герой дня. Сейчас бой будет, я думаю, остановлен в этом раунде. Ну, справа же в окне навстречу. Да нет, он пропускал. Он нечем там, нечего втыкать. Ну, вот. Кинуть еще руку можно. Ну, вовкнуть. Ну, кинуть руку, быстро кинуть руку. И Кубеник сам будет на этой руке. Ну, не кидает по другу. По-моему, Аларкон сам немножко вымокнулся. Да. Перебивает. Я это сказал. Перебивает. Перебивает. Вот раз право бросил и попал. Это жалко. Да. Ну, что, может быть, до четвертого рауна дело дойдет? Хорошо. Подустал бы Аларкон. Да, там уже перебивает. Уже нет суд просто. Нет, не суд. Ну, и что? Все-таки Годжи справился. Годжи молодец. Все-таки он как-то выстоял. Александр, молодец, но продержался. Ну, молодец. И в итоге было моментом очень удобных для удара правой руки. Он ведь проваливал кубицы несколько раз. А бить нечего. Аларкон не чувствует. Чувствует, что бить нечего. Нет мощи. Нету. Да, и Аларкон это понял очень быстро. Первым раундом с этим разобрался. А я вам говорил, по-моему, да, что Соли Спонта был очень мрачен. Единственный в своей команде был очень мрачен, когда они там стояли еще. Да, кстати, 5-5 здесь, поэтому поединку 5-5 и последняя встреча, это вот встреча субертежеловесом. Без права на ошибку, да. Ну, посмотрим, посмотрим. Раньше времени загадить, понятно, уровень кубинца, олимпийский чемпион. Это понятно, уровень выше. Но бывает вечер за команду. А вот отдам голову и вся медаль партинал. Вся, вернее, группа партинал. Очень сильная какая атака. Запас очков такой. Запас мощи такой, что... Ну да, вот и началась кубинское движение. Понял мы в начале каким-то. Да, вот и началось пижонство. Ну, не пижонство, не будем говорить. Нет, ну, Аларкон в трудном положении был. И сейчас вот он начинает двигаться, и передней рукой работать. Сразу расслабился. Достойно себя повел. Они все вздохнули в углу. И Сагар, я смотрю, успокоился просто уже. Ну, что-то говорит, там кричит Сагар. Ну, а что же мы еще делаем? Смотрите, ну, мне кажется, что Аларкон немножко истратился на втором раунде. И в первом плане третий. В общем, он сейчас очень усталом. Вот, я даже воспрял на какую-то секунду. Но это... Не имеет, Александр, уже не имеет... Ему нечем ударить. Да, 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 у него и нет этого удара справа. Вы же сами, по-моему, говорили. Ну, судя по всему, нет такого быстрого, жесткого, жесткого удара. Так бросает руку за счет тяжести свой веса и скорости может ударить, конечно, но это... Да, заканчивается бой. Ну, что. У сборной Казахстана остается одна надежда на Луктахана Дзилдабекова. В бою против олимпийского чемпиона Солиса Фонте. Ох, слабая надежда. Вот и все. Вот и все. Да, вот рядом со мной радуется кубинский комментатор. Есть чему. Есть чему. Что ж, есть чем поздравить Луиса Ортиса Аларкона. Да, довольный кубинцы. Да, да, да. Нет, ну, в сложном. И Сагара заулыбался, кстати. Да, в сложном положении был. Кубинец выдержал с честью. Итак, 34-13 победил Луис Ортис Аларкона. Ну и сейчас мы с вами увидим последний бой. 5-5 счет. Первый раз на проведение Кубка мира. Такой счет 5-5. И последняя встреча. Нет, не первый. Не первый было. Американцы с белорусами. Американцы с белорусами, да. Но их не было супер-дизловесия. Потом белорусы не связались победой. Тем не менее, но я думаю, никто не ожидал. Вот сейчас такого счета 5-5. Луис Ортис Аларкон проходит. Ну да, вот сразу идет к своим друзьям кубинцам комитетовскую кабинку. Его поздравляют. Все будет что-то говорить своему народу, что я дрался за остров свободы. Да, ну, в общем, не будет, да. Не будем взбыхательствовать. Я себе говорю, а не вам, Виктор. Выиграл, выиграл свой бой Аларкон. Александр, ну, общее впечатление, вот, пока-то, в моем супер-дизловесии. Ну, я в восторге от сборной Казахстана, я скажу так. Я в восторге от бокса, который, да. Я в восторге от сборной Казахстана. Я в восторге от сегодняшнего матча. Я искренне жалею тех людей, которые не пришли в этот зал и не включили телевизор. Они много потеряли. Но вообще, перед турниром столько говорили о сборной Казахстана, а многого ожидали от этой команды. Она прыгнула еще выше. Еще выше. Чем предполагали. Ну, а сейчас у нас весовая категория свыше 91 килограмма. Я еще раз повторюсь. На аренде от Ланьер Солис-Фонте. Куба, олимпийский чемпион весовой категории до 91 килограмма. И Мухтархан Дзилдобеков. Сборная Казахстана. Поболеем за Дзилдобекова. Осторожно. Начинает боевого. А вот вы знаете, у меня Солис не оставляет впечатление такого мощного боксера тяжеловеса. Вот он круглый такой. Я вот удивляюсь, он вблизи кажется совсем другим. Я вот прошел мимо него, тоже так смотришь, да, такой кругленький. А когда вот там рядом с ним стоишь, здоровый, здоровый. Просто такая структура мышц, не пугристая. Как у Мухаммеда Али то же самое было. Такой не пугристые мышцы. Это же ощущение остается во время поединка. Но нет в нем такой мощи, знаете, чтобы это... Да, да, да. А впереди-то сейчас Дзилдобеков. Мы будем смотреть, будем болеть. Отлично. Да, ну отлично-то. Посмотрим, посмотрим. Хорошо Дзилдобеков, конечно. А почему нет? По-моему, не ожидал такой бестактности со стороны Дзилдобекова олимпийский чемпион. Ну, тут есть разница между прочим. Олимпийский чемпион в первом тяжеловесе, но никак не супертяжий. И поэтому здесь ребята крепкие и неустучие. Вот, я, честно, я не вижу... Я не вижу в ударах скорость, а какой-то этакой мощью. Ну, посмотрим. Хорошо работает Дзилдобеков. Он не собирается уступать на них победителя. Он спокойно так, очень-очень раскрепощен. Да. Слушайте, 8-4. 8-4 везет Дзилдобеков. А что он так Александру удивляет? А он не проигрывает бой, он выигрывает бой. Нет, я не говорю, что он проигрывает бой, ни в том случае. Вот, смотрите. Ну, здесь немножко они по воздуху прошли оба. Чемпион мира 31-го, но 26-й годов. Преорица оборудоваться. А вот сейчас интересно. Ему Солицу передали результаты первого раунда. Да, что теперь будет, да? Ну, наверное, это будет выводить его из себя. Я настиг, я натирую. То есть, ему надо будет каким-то образом. А, наверное, это будет на руку казахскому боксеру. Или наоборот. Сейчас посмотрим. Я думаю, что на руку казахскому боксеру будет, если Солис выйдет из себя. Что, пойдет вперед? Все равно, у меня такое ощущение, может, обмачив, что Солис безударный супертяжеловес. Ну, он, наверное, может. Но, Никита, вот, обратите внимание, Александр, он больше обманывает. И у него удары такие размашистые. Ну, он сейчас попал дважды, тем не менее. Ну, два очка и получил. Одно. А куда он попал? Волоке, он промахнулся. Ну, давайте посмотрим, подождем. Вот, что, опять попал? Нет, конечно, просто... Ну, подождите, Виктор, вы, так сказать, не придирайтесь к моим словам. Я откровенно глупостей не говорил. Это вы, Александр, с моментом на то, что Солис не могут не давать очки, да? Да. Я не просто не могу и прямо это сказать. Да. Вот сейчас попал. Когда попал, тогда попал. То есть, вот, согласитесь, поединок абсолютно равен. То есть, нету преимущества. Я не вижу его. Мы, наверное, судьи видят, а мы-то сами смотрим и... Ну, в общем, посмотрим, что тут будет дальше. Ключу сейчас. Делдобеков. Ну, да, просто Солис нет другого выхода. Ему надо боксировать. А казахский супер-кизоловец не должен давать это сделать. Ну, я боюсь, наборных очков ему не хватит. И уже видно, потихонечку преимущество переходит сокращается, да. Ну, надо же бросать. Это же выиграть, нужно бросать руки. А уже просто... Пошла просто борьба. Да, пошла борьба. Я боюсь, что более опытный Солис. Ох, сейчас снизу попал. Очко, конечно, не получил. А вот... Более опытный Солис. Простая руки. Ведь не стоит просто так. Надо же бросать руки. Для того, чтобы выигрывать, надо набирать очки. А тогда, что набирать очки, нужно просто бить. А стоя на месте, ну... Ну, брось не бить. Стоп! Ну, я не знаю. Счет 11-9 в пользу. Ну, сократил Солис. Все очевидно, все правильно. Немножко больше на них ударов во втором раунде. Мне показалось, что множко больше. А там больше. Ой, Анфер! Брон желтармен, турсбакация. Присутат, а сейчас подпостасы разводят. Посмотрим. Посмотрим. Я очень преданно болел за сборную Казахстана. Александр, а вы знаете, а вы знаете, вот я тебе что-то не скажу. Вот сейчас Солис может поторопиться. И это пойдет на руку Казахстану Супер-Казахстану. Он может торопиться, потому что вижу кругом кубинцы кричат и показывают, что нужно набирать очки и идти вперед. А это можно сыграть на руку. Не кубинцам. Ну, сейчас посмотрим. Судьба матча сейчас решается у нас на глазах. Третий раунд. Мы говорили об этом с вами, что Солису надо набирать очки. Вот, попал. Попал. Здесь еще раз попал. Какие претензии у вас к худейскому корпусу? Абсолютно четкое, очевидное предупреждение. Ну, посмотрим. Ну, откровенно говоря, бокс как такового нет. Сейчас повиняйте Делдобехова бокса нет. Он клинчует стоянную, зажимает руки. А Солис-то ничего конкретного не предлагает. Я же говорю, что Солис предлагает. Ну, тут даже он же сам приходит туда. И там начинает... Сейчас, слева попал. Ага, и предупреждение сюда за удар открытой перчаткой. И счет равный. Какие претензии к рекере на Риге? А я про Риге ничего не говорил. Сейчас мы не заметили. Ну, вот это вот уже есть, да. Костя, кость, кость. Бой, конечно, идет. Блядь, это вот такой, я бы его не назвал, такой, знаешь, знаете, высокого качества. А тут не он хочет. Это бой нервов. Нервов, да. Ну, в этом... Это тоже интересно. Хорошо с левой руки достался. Сейчас Солис. Солдобеков произошел. А сейчас картина поменялась. Просто... Просто Солис стал выигрывать и стал двигаться. И картина резко поменялась. То есть нужно уже другой стороне набрать очки. Ну, и чем же это закончится-то, что ли? Ну, потерпи, ну, потерпи и брось пару ударов, иди, чтобы это хватило. Ай! Бодаются в основном в части. Заканчивается раунд. Зацепил. Зацепил с передней руки. 19-18. Все-таки вышел вперед Солис. Все объективно. Вы можете сказать, что что-то не так? Да. Ладно, мы не будем так сказать. Но бой равный. И вот очки, которые они набраны, они абсолютно одинаковые. Ведь кто? Вы видели, что мы с Солисом больше одинакового количества. Пихает, толкается, боксе нету. Мне показалось. Я болею за сборную Казахстана. По-моему, это ни от кого не укрылось. Мне по-прежнему кажется, что чуть-чуть, так сказать, прижали Солисом. Виктор, мы с вами можем спорить до бесконечности. Да. Ну, давайте посмотрим. Вот четвертый раунд у нас последний. Да, четвертый раунд сейчас. Ну что, вот в одном раунде решается исход целой команды. Я надеюсь, что победит сильнейший. Да. Я тоже за это. Я надеюсь, что... Александр, я тоже за это. Да. Попал сейчас. Ну и я очко-то лечу. Да. Ну теперь нужно будет уже самому идти вперед, самому стараться выиграть, больше ударов нанести. Ну, навряд ли ему Кубинис даст. Это уже, наверное, Кубинис не даст ему. Это уже их не обошло. Чисто кубинское движение сейчас будут. Да. Удары на контратаках. Ноги. Левая рука. Соля, Соля, Соля. Все, он уже знает, что он выиграет. Да, он почувствовал себя уверенно. Вышел вперед. Да, все уже. Да. Левая рука его заработала так. О, и правая заработала. Еще левая. И хорошо, сейчас справа попал Солес. И резко вышел вперед. Пытался наскоком Дзилдобеков решить исход, но тут без шансов. Понимаете, у Солеса хватило мастерства, силы, способности переломить в ход поединка. Я снимаю шляпу перед Солесом. Он большой молодец. Было сложно, но ты не с первого раунда он проиграл, и пошел, и пошел. Да, да, да. А вот что касается тяжеловеса из Казахстана, то у него не получилось это. Ой, ой, ой. Хорошо. Заканчивается бой, заканчивается бой. Уже ясно, что в финале будет все-таки сборная Кубы. Хорошо сейчас встречает Солес. Правда, а, далее все-таки очков. Все, 6 секунд до конца, и 7 очков впереди Солес. И уже он все знает. И так. Какая радость. Да. В углу Кубинцев, какая радость. Кто бы ожидал, что они будут отплескать. 6-5. Выходит Кубинцы. Финал. В упорной борьбе. В упорнейшей борьбе. Ну, честь и хвала сборной Казахстана. Это великолепная команда. Подтрепали они. Да, подтрепали. Мы хотим отдельно поздравить тренерский состав казахской команды. Достичь так быстро таких результатов. Это огромное достижение. Пожелать казахской команде огромных успехов. Итак, 27-20 победил Адланьер Солес-Бонте. Счет в матче 6-5 в пользу Кубы. Ну, а мы на этом заканчиваем нашу передачу. В эфире с вами были трехкратный чемпион Европы Виктор Рыбаков и обозреватель газеты «Спортэкспресс» Александр Беленький. Смотрите Кубок Мира на нашем канале.